мои кто ну кто кто ну кто 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 правильно зрители дорогие здравствуйте находитесь на канале hard play это значит что все правильно то что сейчас начнется непроизвольной инсинуации потому что у артемки нашу который артем вольф кто-то говорит вульф кто-то вольф него у артемки вышел новый ролик ролик этот посвящен нашей любимой тематике парашники атаковали блогера приехала крыша магазина хочет доставить в отдел о по все начинается да кстати часть 1 если что там где-то часть 2 будет так что лайк подписка колокол ну и кому поднял настроение ребят не забывайте пальчик вверх но и делитесь этим видео кстати стримля на платформе вас ссылочку найдете внизу в описании заходите буду рад ну кстати на ютубе тоже сейчас часто стримлю так что хай мой хороший здравствуй телеграм-канале hard inside и найдешь все самые свежие новости кстати еду в дагестан на свадьбу пригласили не тамадон а просто пригласить буду там как говорится да сейчас начнется так что сильно не скучай на 1 2 3 денечка уже давай приятного просмотра поехали так я сразу хочу спойлеры пролистнуть можно давайте без спойлера посмотрим вот это чтобы что было что будет в ролике сразу давно не было видео каюсь виноват на это были причины спасибо что не забывали впредь буду стараться радовать вас чаще если вы живете в рф хотите поддержать канал чтобы видео выходили чаще просто смотрите это видео без чего правильно в п н кстати да спасибо кто через в п н к смотрят ребятам лайкосики ставят пасе спасибо мои хорошие от души приносим извинения за такую картинку в начале видео оператор старался вести видеофиксацию скрытно на час мы посмотрим пару минут и все наладится поехали расскажите выпечка вкусно вас ёпта а вкусно хотя наверно нет поздно уже не буду пробовать а чё за магазин есть не будешь мне толстеть такой товар нет желания платить конечно зачем я же на диете на ночь я буду наедаться такой выпечкой а что это такое шут такой первый раз вижу то не знает в комментариях напиши чуть такой а на скафе все не я увидел и на скафе на скафе в эти вот ваши кофе я сначала попробовать стать костюм чем гоняли я на самом деле был удивлен то что я думал что вот это все хранится по 150 лет ничего подобного обратите внимание что зачастую вот эти все вещи они не так долго хранятся так что смотрите а то можно да говорю такой товар жила нет платить потому зачем на ночь булочками раз сейчас я еще попробую секури еще другие булочки эти не понравились чая покушали пойду домой да зачем вот булочка хоть вкусно а и такую же взял но может это лучше будет вряд ли за такой за такой товар нет желания платить конечно ну там все как мы любим без пакетов вот вот это вот вообще терпеть не могу иногда конечно ну тем очень есть моментики где борщит но вот это вот когда каждый вот этими своими руками вот эти мед вот как колян должанский вот это вот кстати недавно видел легенду на мероприятие на стс love танец был вообще просто великолепный да там после за кадром жесткий вот такой шоу линию вот этими руками грязными которые знаете где ковырялись знаете вот этими вашими руками загребущими каждый вот этот оближет булку и назад положит нам не надо такого нам надо хорошие булки вкусный ну как хотите нажми на кнопку получше результат лайк поставь я говорю я продолжу сейчас пить поставил вот это тоже к пирожное не очень мне кажется она мягкая не песочная я сказал такого желания нет оплатить она как бы красочно она не очень хороший не я за такой товар не привык платить иди домой я сейчас могу начать раздеваться как этот я сейчас начну сейчас сейчас начнется клоун уже показал себя полицию я вызывать полицию я покушу да пойду как раз мы слушаем совет и не защищаешь покупатель хорошо хорошо работаешь ты там какие-то косян зеркале обиженные обиженной жизнью так хорошо хорошо так это наш нормальный магазин наш нормальный магазин нормальный магазин то есть чел если смотрел и понимает то что тема всегда ищет просрочку разные все что хрен пойми как продается то есть он как бы знает но при этом он делает магаз так магазин ты сейчас ты кушаешь да вкусненько по твоим постоянно я прям все хрючево мешаю прям 10 10 на полу и начинай это все хам с пола поражением это словом видно что сейчас но нам парашником кушаешь магазине да как в этом магазине конечно что ты вот решил какие-то оба конор не надо это сущность конора ребят да если ты на них ведешь туда иди ты уже это не интересно выпей водочку посмотри соловьёва и успокойся счет решу сможешь покушать в этом магазине для мужчине хоть куда слушай вроде мужик нормальный с виду о чем дурачок такой вполне возможно так думаешь да а ты клоун тебя угостить булочками клоу хорошо хорошо мне очень важно твое мнение ящик все иди гуляй ты чё меня на ты пам парам парам парарарарапам еду в магадан все дядь приехал вернулся творишь ты чё мне на ты называют еще творишь иди отсюда он еще на девчонечку решил кинуть позор позор чё ты ну не уходи на полицию за подожди есть такой смелый ему здесь надо его было задерживать на сто процентов любыми путями потому что ну это это вообще перебор это еб-то мать мы еще в каменном веке что живем давай или убежишь такая псина вообще просто редкостное о боже секунд что ли дождись полицию о зря отпускает давай ну дождись полицию не убегает только чисто знаешь такой агрессивный под пивас причем есть добрый нормальный под пиваса это балабол парашниками таких называют обычно вот балабол то по чуде такой товар не желаем платить понюхал попробовал нет полива так не за меня не на платить она не просто так оплачивает она пропалила по ходу дела то что это блогер она понимает то что у них косяк в магазине и знаешь типа не за меня не надо платить зачем все мужчины идите кушать да я уже оплатил частично же товар зачем это делал я пробил да я дальше покушаю хорошо пожалуйста не это вам должно быть стыдно можно вас кушать скажите прямо можно ну видимо администратор сегодня платят за всех вы смотрите можно вас кушать или нет нет можно или нет расскажите все я никогда не понимал мы когда стема чем рейд делали с братиками стема чем максимально адекватные люди в магазине максимально просто ребята в чем причина съемки мы контролируем просто как обычные покупатели если у вас просроченные продукты окей без проблем на кассе вот мы тогда нашли 6 или 7 до позиция не помню сколько мы нашли позиции говорят извините пожалуйста все добро пожаловать то есть мы это уберем мы все это ликвидируем как бы извините все тема руку пожал со всеми сфоткался говорит ребят все давайте там новую просрочки на самом деле не так уж и много молодцы все красавчики то есть адекватность редко я бы не сказал потому что с темой мы общались от нас крайние съемки когда были он говорит довольно часто довольно часто но наверно в силу того что уже узнают люди очень адекватно реагируют то есть вот такой вот зверинец он довольно редко бывает на самом деле это больные какие-то товара а шо все товароведы то товаром то синий следят если все таки как больных как вы очень больной а какой диагноз поставить скажите пожалуйста а куда мне посоветуйте обратиться на свежем воздухе вы гуляете час на свежем воздухе да мы свободны естественно просто если можно я вас еще покушают а понюхаю выпечку есть нельзя то не буду если вы все оплачиваете почему я не понимаю если это директор до магазина электронный товаровед в чем причина почему блять просто нельзя она же прекрасно понимает что это блогер почему нельзя просто пойти на встречу сказать ребят где но нашли просрок давайте мы уберем это аннулируем конфискуем это же но реально можно потравиться я не думаю что кому-то в кайф летом лежать в этом в рыгаловке и прочищаться такой сессорян кстати кто кушает взята хорошо пойдем покушаем пока вот они бесплатно едим именно за этим мы приходим угадали а кстати кто кира на вертикально держит телефон а у нас горизонтально и почему-то она говорит что мы тиктокер и на страны тут нет просрочки и тут тоже все чисто свежие 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 и даже детская свежая и это свежая нет 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 гений рекламы ребят я под скид на немного ладно я ничего не против рекламы не имею просто ну маленечко промотаю руками брать рукам надо брать думаешь я не знаю пакетиков здесь я не вижу меня руки пачкать не хочу пакетов здесь нет кстати реально как так вообще ну такое бывает кстати кто-то рульку коммуниздит с пакетами этот не ценники есть очень удобно все для покупателей пакетиков нет щипчиков нет руками берешь просто друзья смотрите-ка что лежит на прилавке здесь типа хз может быть реально кто-то упер может быть кто-то пакеты с кому не сделал ну тут такое кажется кто-то их уже но это могло быдло любую хлопнуть пакет попробовал и это был не я а пивко хорошее живое надо проверить понюхать можно пить да спасибо за разрешение мне не живое по запах чувство просрочек много в магазине но вот их отношения к покупателям то что им без разницы вообще они понимают что не просрочка не понимаешь не обосрались но все равно до последнего делать что им все равно мне кажется такое отношение заслуживает того чтобы мы вызвали сотрудников полиции оформили данный тухлопритон а самое главное наглых сотрудников данного тухлопритона могли бы как нормальных магазинах извиниться сказать проглядели убирая извинись пока не поздно все проблем нет но решили топить себя до конца здрасте здрасте налажал уважаемый оба поступила возможно в чем дело нюхаю товар нюхаете нюхаю конечно что понравилось нет конечно на ночь сладко есть вредно плачет собирает его тем более вообще желание такого нет они заплатили за меня кто за заплатил товаровед а я должен все оплатить что взял в картинку положил чувак часть пишет минус репутация этому тему чему пояснишь просто ну для общего развития ты можешь просто может быть кто-то не понимает что происходит может быть кто-то просто не в курсе не в теме человек ходит просрок находит просрочку обычную магазине который мы все с вами можем купить ну я просто но держу в курсе так просто ну к слову чего а за такое пиво нежелаем платить да но все заведомо знаете что на плохой зачем тогда вы берете можете объяснить откуда же должна что он плохое понюхал неживое пиво мы же не на рынке чтобы там что-то нюхать в магните тоже надо нюхать все если была такая возможность вам придется предоставили попробовали бы и даже не рынок не на самом видном так они сюда подошли а я к ним правильно отработает такая вот а я к ним подошел ну что надо плачете лет все не за такое пиво неживое нет желания платить на самом деле парень просто провоцирует людей да да я соглашусь он провоцирует причем я своими глазами видел как он это делает чтобы понимали когда приходят сотрудники сколько роликов я видел сколько я стем и общался на тему если к люди культурно все говорят вопросы вообще никакие не возникают то есть просто говорят вы просрочку нашли давайте мы это выкинем уберем или утилизируем как это было на рейде в лайв стриме когда вы вместе зашли несколько ящиков просрока выкинули там какие-то ананасы по выкидывали еще что-то человек не должен быть провоцируем и вообще в принципе если вы находитесь в магазине вы находитесь на работе если вам человек подошел не хочет платить зачем с ним вступать в какую-то перепалку но для чего где логика для каких целей не хочешь платить хорошо взял если ты вызвал директора директор пришел в чем причина неоплата я не хочу платить она допустим плохо пахнет первое чтобы я сделал как директор это посмотрел на что в чем дело я посмотрел срок срок годности первым очередь я бы посмотрел сказал все вижу про срок все до свидания все вопрос уже исчерпан если директор магазина говорит нет как бы этот зачем дальше с ним вступать перепалку хорошо они считают что он не прав действуйте в нормах законодательства обычно он же никого не оскорбляет он ни в кого не кидается никому физически какой-то вред не приносит поэтому здесь очень просто вызвал гбр гбр вот приехал он разбирается до сотрудника бэр он говорит да там правильно неправильно опять не нашли общего консенсуса вызвали сотрудников уже других которые будут дальше разбираться в чем проблема то я просто не могу понять а платить на агрессию не должно быть такого понимания байтить на агрессию можно человека который находится на улице вот тогда бы он был неправ мое личное мнение его не навязываю никому он байтит на агрессию кого чем он байтит я еще раз повторяю ответить нормально ты продавец на кассе возьми товар можно разрешите товар посмотри он всегда его дает либо директор могу поинтересоваться почему нельзя культурно подойти ребят здесь ну такое ну ладно сказал что можете делать что хотите да товаровед другая женщина которая оплачивала на кассе делать что хотите у себя дома будет это вне в магазине тоже вот это вот хератор вот это вот и же ебатория начинается что тоже он его провоцирует на что-то сотрудник исполняет свои обязанности у нее есть четко прописанная да как как он действует по регламенту работы ты у себя дома будешь блять ну все у меня нету мне допустим нами с тема у меня нет уважения к этому человеку но это уже такой бы дляцкий дворовый знаешь чисто такой разговор который он ни к чему нормальному не приведет все то есть таким человеком для меня контакт он все он он прекращается автоматически если бы он сказал хорошо мы не можем найти общий язык давайте вызовем сотрудников веселых ребят все пожалуйста все он по факту должен что приехать просто среагировать на вызов среагировал кассу не грабит никого не трогают драки нет ничего нет все дальше действует все в правовом поле продолжают поэтому но если он сразу сказал бы что ищет просрочку почему он должен кому-то говорить ты копаешься зак в последствиях почему мы как потребители должны приходить и видеть это почему мы должны ковыряться и думать мы купили просроченный товар или не купили по-хорошему если уж так уж объективно говорить байте там не байтит он или ему магазин должны спасибо говорить это вообще делают продавцы у них есть на это время отведенное вот этот весь бред с блев который оля типа у нас нет времени убирать не убирать мы приходили в прекрасные магазины в ту же самую пятерочку в ту же самую магнит мы от когда рейдили шикарный чистейшие магазины все везде на пидорины и вообще максимально просто просрочки 0 были магазины где мы находили 0 просрочки большие магазины и там только просто вот так вот красава просто четко чисто аккуратно и вообще без вопросов поэтому как то так она сказала делайте что хотите можно пить да вот сейчас надо у меня какие-то претензии есть предложения у магазина есть претензии или нет они же вас вызвали не я если бы их не было меня все не вызывали какие претензии так за такой товар нет желания платить но нет желания но раз его открыли значит надо придется заплатить думаю очень вряд ли такое у меня предчувствие если вы какой-нибудь коньяк вы там взяли за три тысячи он вам не понравился вот тоже отказались бы платить я алкоголь не пью практически только нюхаю а зачем тогда пиво взяли но только нюхаю я же не пил его я нюхал купите себе бутылочку и нюхайте сколько раздумается я в магазине люблю зачем же я буду за пиво платить если я его не пью просто так стоять будет портится равно издеваетесь или что он самому не смешно немножко немножко приветствую спасибо спасибо не надо здесь цирк разводить просто оплатите да это не я цирк устраиваю я причем вообще понюхать пиво это что не цирк мне кажется сотрудники магазина я сейчас значит просто занюхнулись устраивают цирк почему вы отказываетесь за него платить желание такого нет я не отказываюсь желание такого нет а кто нюхает там это занюхнуть любит вот эту биброчку на плюс они все негодяй может бежать вот объясните что вот здесь происходит вот молодой человек пришел начался кушать кушать да пробовать ему ничего не нравится так понятно какой кушать не знаю надо смотреть так вы же оплатили за меня как же нет нет за меня не надо платить я уже оплатил частично же товар ну ладно не платили так не платили обратно красиво конечно сейчас не вы либо оплачеваете вот это все на работу ты берешь и не идешь на работу а бывает есть желание ты с удовольствием идешь на работу так же нужен магазин почему я не понимаю почему из всех сотрудников все что стоят над ним и что-то ему говорят него 1 нет вот вот просто вот вот просто вот в голове ни одни одной здравой идеей взять эту бутылку пива и просто посмотреть что с ней не так почему него одного человека нет этом в голове вообще ни у 1 я не понимаю как это работает нравится он не Если вы это вскрыли, значит вы должны это приобрести. Говорю, за такой товар нет желания платить. Если хотите, можете вызывать полицию. Я воспользуюсь, что у вас нет желания платить. Но вы должны это сделать, так как вы его вскрыли. Нет, я должен только маму любить и уважать. Заплачивать такой товар я не должен. Вы меня обманываете сейчас. Я вас обманываю. На 99% я уверен. По вашей логике вы можете вот так сейчас пройти по прилавку, то есть все пооткрывать, вам еще не нравится и просто взять спокойно уйти? Все нет, только мой любимый товар. Ваш любимый товар – это пиво? Вот это вот все. А помимо этого что-то нюхаете еще? Помимо этого воздух, природу, конечно, деревья. Хорошо, ладно. Иногда выхлопные газы, когда стою в пробке. Всегда по-разному. Понял. Просто если я не буду вызывать полицию, хорошо, если не буду, тогда я пошел. Сколько это пиво стоит вообще? Пусть сидят в клубе, кому вас даст. Просто за это пиво, за эти 50 рублей несчастных тут не будет разбираться. Нет, тут пиво, еще пироженка, кофе, булочки. Я понимаю, вам же вот это вот нравится, вы приобретите это или все? Нет, это не нравится. Тогда оставляйте и покиньте его магазин, пожалуйста. Так надо оплатить или нет? Вы до этого говорили, что надо оплатить. Сейчас, говорите, уже не надо. Там он говорил именно про пиво. Вот сейчас товаровед говорит, чтобы вы просто шли спокойно и все. Ладно, я тогда пойду еще понюхаю. Мужчина, если вы сейчас не прекратите ерундой заниматься, я вызван наряд полиции. Ну, вызывайте, если хотите. Вот, вот это грамотные действия. Молодец. Вот здесь охранник, красавчик. Во, вот это вот здравые слова уже, не охранник, извините, а сотрудник ГБР, да? Вот, вот это вот толково, вот это молодец. Смотрите, я пойду пока понюхаю. Если вы разрешаете, говорите. Надо лайкосик поставить. Эть. Пусть идет, значит, можно так. Хотите, я и вас угощу? Он просто испытывал, блядь. Я никого не знаю. Я не знаю, что вы. Вы что-то толпились, блядь. Что случилось, девчонки? Вот он. Еще один, блядь. А что это за фрейр? А что это за кинт? Что, по-моему, чуть-чуть надо? Себе пимоги. Чисто решало местные. Реально. Суть туле вести охота. Решало. Ну что, до приезда наряда будете нюхать или все-таки по-хорошему решим вопрос? Я считаю, что нюхать до приезда наряда это по-хорошему. Да, ну хорошо. Но это мое субъективное мнение. Ну, ваше мнение вы будете дома высказывать. Ну, вот это уже начинается. Дома, блядь, не дома. Я везде высказываю свое мнение. Как же? Надо кричать свое мнение во весь голос. Если он не расходится законодательством Российской Федерации. Вот, если вы считаете, что я нарушаю, конечно, мне надо наказывать и привлекать, я считаю. ГБР-вец, кажется, пошел вызывать полицию. Все. Нас вызывают копов. Сматываемся. Мне интересно, чем они руководствуются, когда вот это все делают? Они же понимают, что не так. И все равно делают, топятся до конца. Меня снимать точно не надо. Да, вы нам неинтересны. Проходите, проходите. Кто говорит? Телефон заберу быстро, я не буду торговаться. Заберу. Господи, я просто, я орирую. Бери. Я, во-первых, на ты с тобой. На ты с тобой. Ты угрожаешь, что сейчас телефон заберешь. И надо общаться на вы с тобой. Че, угораешь, чувак? Не переходил? Забери. Сейчас снимаешь? Конечно. Нет, просто так направил телефон на тебя. Нет, конечно. Финксирует на видео. Не просто телефон держит. В руках. Давайте вас ближайшему доставлю. Как вариант. А сейчас приеду. Да, 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 да. Доставлять это тоже. Молодец. Сейчас прият, полиция уже вызвала. Сейчас уже доставит нас. Не беспокоитесь. Да я вообще спокойно. Ребят, я хочу к лимонам подойти. Подходите снимать. Я говорю, я не хочу сниматься. Можно сегодня без меня. Так отойди с камеры. Ты что, угораешься? Я не хочу снимать. Ты можешь меня не снимать? Нет, ты можешь. Ну вот сейчас вот можешь. Ее твои мать, но возьми. Подойди тогда. Я других фильмах снимаю. Могу, ты вложишь кастинг. Пройдешь? Ты хочешь меня ломать? Ломай меня полностью. Нет, ты можешь? Кихать. Да, не стоит. Не стоит. 17 лет. Нет. А чего как так? Нет, 18 лет. Представлять, дядь. А можно уже 17 лет? 18 лет. А ты можешь вас тоже сейчас наряд куда-нибудь отвезет? Нет? Не отвезет никогда вас кастинг-то сейчас. Какие моменты хорошие? И мы фиксируем на видео, мы не снимаем. Давай, палкой. Да, слушай, давай ты не будешь тыкать, ладно? Слушай, когда ты девушке такое предлагаешь, тебе уважение пропадает. Понимаешь? Тебе уважение пропадает. Я не знаю, откуда у него терпение, где он его вообще находит. Если что, просто эта девушка за кадром стоит. Ну хорошо, это твое лично субъективное мнение. Не твое, а ваше. Твое. Ты ко мне обращаешься? Еще одно. Лицо вошло в кадр. Смотри, пчете, должен обращаться. Да. Мощи не пятиконтропом, блять, назвал. Что ты материшься в магазине? Все, вот ты свое поведение и показал, свое истинное лицо. Бесполезно. Да я понял. Матом в магазине. И меня учить пытаешься. Вы же на улице пойдете? Конечно. Можешь подождать. А, гоно топорах я создал? Найс. Все как я люблю. Самая черная машина там еду. Хорошо. Да, 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 да. А в машине в черной, знаете, кто негр сидит? Представляешь? Поэтому... Я не удивлен, что самая грязная, кстати. Машина – это отражение человека. Ты, наверное, взорвешь тикток или что ты взорвешь? Ой, блять. В тикток вертикально веду съемку. А я горизонтально. А что там горизонтально? Сначала кабинет ПНД. Четкий ютк. Капой? Кабинет ПНД. Вот, кабинет ПНД сначала. Это четкий парик вообще. Ну, судя по твоей реакции, судя по твоему эмоциональному такому состоянию, я тебе как медработник говорю, ты не в себе, чувак. Так он порнуху снимает или он медработник? Ничего не понятно. Или он гангстер, который ждет их на выходе в черной машине? Ничего не понимаю. Или он совмещает все три работы? Надо понять. Непонятно. А какой мне диагноз скажи? Ну, там тебе доктор скажет. Не, ну ты же медработник, слушай, диагноз, не поставь. Шизоидом попахивает. Шизоидом попахивает. Шизоидом не здесь попахивает. Есть другой канал, не буду говорить, какой. Ладно. А где мне лечиться лучше скажи? Тебе, но при желании не знаю, как тебе пока это. Ну, ты посоветуй, где мне лучше лечиться? Где мне лучше лечения пройти? Я все продолжаешь тыкать, что ли? Конечно. Ну, что ты такой дерзкий, наглый? Зачем? Ты мне тыкаж, я тебе должен на вы обращаться? Сколько тебе? Уважение должно быть за... Ёпту, мать, при чем здесь это? Ты человек, ты людям нагрубил, нахамил. Что за бред, блядь? Почему с тобой вообще должны на вы разговаривать? Я понимаю, я тебя на вы назову. Ну, как тебя зовут, пойми отчество. Вот, как тебя зовут, но ты опять на ты. Просто ноунейм. Хорошо, можешь ноунейм меня назвать, мне без разницы вообще. Хорошо. Ноунейм будет называть меня ноунеймом. Ну, пока полиция не приедет. О, опять пошла личность Конора. Так. Ты в надежде, что у тебя полиция спасет, что ли? Меня заберет. Куда ты заберет? В отдел, конечно же. Здесь чехушка, кстати, рядом. Так я говорю, посадят. А ты откуда знаешь? Ты мне где мне лечиться-то? Чуть и должен советовать. Ее-то откроет. Блядь, вот почему? Почему он один ходит? Артем. Артем. Это. Я высшую школу эту прошел уже. Да, не буду говорить, какую. Я в Counter-Strike 20 лет отыграл. Там фразы бы летели просто как из рога изобилия. Ты это давай, звони там это. Это уже бы это, да. Да ты советчик же, ты влезаешь в каждой бочке затычка. Ты прям нарываешься, да? Ну а ты провоцируемый? Терпение себе. Слушай, ну смотри, сколько таких вот товарищей. Они вот приходят в магазин, портят товар, там начинают говорить, и то, что... Не дам в какую-то клонную, но он как бы хоть у них что-то поделал там был, а ты вот на ровном месте, конечно, сейчас пик. Народ, я говорю, ну вот прийти даже с продуктами, хороший магазин. Да-да-да, местные... Чисто хрючево набрать с просрока, мы нормально пойти. Люди заходят лимончиками закупаться, а я мешаю. Негодяй, надо наказывать. Ты сам решил, да? Нет, это вы решили. Ты же ко мне доматываешься, не ягти. Ягти вообще не подходил. Что мешает, просто развернуться, уйти. Мужик, отстань. Жизнь накажешь. Как меня накажешь здесь, скажи? По жизни у тебя. Ну как? Каком сверху. Тебя уже наказала? Я в порядке. Ребята. Смотрите. Милый, не ссорьтесь, пожалуйста. Да мы и не ссоримся. У вас праздник выступал еще. Посмотрите, у меня сын. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. вот если ты смотришь это видео силы терпения тебе делай только то что хочешь ты сам в рамках закона жизнь одна кайфуйте блогер зашквар кушайте продукцию вот такую в магните и нагибаетесь почаще советы людей а вызвали полицию то там просто ждем стоим и нужно усугублять без того усугубившие и извинись и оплати а то сейчас все я не усложняю по магазин ухожу выбираю товар обязательно все может быть ну что полиция приедет или нет а чё с формой у сотрудника дельта вроде очень бодрая на самом деле организация хорошие то что вот это вот произошло сколько год ее полтора не стирали все ждем ждем стоим ждем ждем а если вот негодяй бежит почему вы отказываетесь оплатить товар так я вас могу имея полное право задерживать вот сейчас вы только что здесь ходили я был у выхода практически и вы говорите вряд ли у него это получится а вы хотите сказать что за порчу имущество можете задерживать покупателя я думал сова мне кажется вы сейчас ерунду несете может мне скажет а где еще почитать я просветлюсь просвещусь нет ну где почитать это можно вы хотите сказать что в коапе сказано что за порчу имущество сотрудник гбр может меня задерживать ну любого человека еще сказал второй вариант это можно закона сейчас нет активно охраны деятельности может статью подскажите что мне не искать пометче читать я и так все знают и просветиться прочитайте то есть а как бы задержат но как бы объяснить по какому праву нет достойно полностью я кстати детектив а можно ваше удостоверение что знать кем я общаюсь почему после этого сразу нахуй сразу автоматически вообще дальше дальше разговор заканчивается в принципе то есть вот 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 здесь вот все здесь . просто жирная и все и как бы и все это заканчиваясь по факту перед вами сейчас стоит просто обычный рандомный чел с дубинкой все но это просто это москва конечно имею право так вы сами закон получается не знаете а мне что договорить из-за него как-то нужно умничать статья 12.1 на частности на охране деятельности любому человеку обязан предвидеть удостоверение вашего сейчас привет сотрудники полиции пожалуй так я вас прошу предвидеть мне что я зачем мне жаловаться я ничего не буду жаловаться первом классе что ли нибудь при чем тогда зачем вообще-то с ним разговариваешь как так как ведете что же как это возможно первоклассник для этого ведете пожалуйста не предлагаете что-то конечно я спрашиваю на станет закон придите усоверения вы отказываетесь я сам сюда приехал сейчас вы приехали не я привез вас сюда вы сами приехали но удостоверение предъявишь да зачем написано надо надо когда не знаю с кем я общаюсь я перехожу на ты предъявил сверение будьте уважение а пока не знаю кто ты может и ряженый не понимаю а в чем проблема есть действия сотрудников этих гласные в чем проблема показать удостоверение что кого бояться лицо то что спали на то что найдут я я я не могу правда понять искренне в чем проблема то если оплатить как говорят давай оплатим давай ладно оплатим давайте оплатим то чем раз говорят что надо я сейчас орну если они ему пробьют этот товар весь просрок не будем спорить да верно мне даже бездачный расчет будет да еще одна покупочка в мою копилку хорошего товара из магнита остальное куда остальное еще пока подумаю почему бы нет пивко для эту сцену можно прямо вырезать пивку по пивку я не удивлен магазине размазки находиться в магазином там опять личность бандитника проснулась да что ж такое так говорю подожди мы сейчас дождемся полицию подожди полчасика буквально и сфотографируешь пообщаемся вне магазин я не могу убежать с товаром неоплаченным дожди с нами вместе пообщаемся как ты хотел за магазином перед магазином фиксируем на видео не снимаем снимаешь ты по ходу кого-то можешь отойти от людей просто купи пиван деппел и все иди ты чё так дурно это такой прекрати пожалуйста не на дружке я ручки не тяну вот и все дурак что ли совсем трется об этот зачем ты свои особенности проецируешь на других я согласен самый лучший подожди чтобы не быть балаболом подожди нас после рейда и пообщаемся ну естественно ты что он общался времени стоял подожди но только что звал я ничего не понимаю ты сказал что меня подождешь машине в самой темной так подожди не ну сначала сказал там перебываешься да подожди он он звал девчонку на порно кастинг я так понял да там спрашивал если 18 лет там оказывается в машине черный самый он его ждет потом это медработник тупли сначала сказал что подождешь потом перебываешься я говорю я не могу убежать вот я подожду полицию ну конечно не мне просто интересно чтобы он сделал давай такой значит не держи меня не держи мне никто тебя не держит ой давай давай любите и счастье спасибо давай как и обещал а то уже второй сначала махать руками питается потом убегает район хороший работает работает лучше бы закрылся конечно ждем стоим вас всех бля час трахнут за продажу просрочки дуры бля наоборот это смотрите бля ребята правильными делами занимаются правильные видео смотрят мне интересно что будет в конце сейчас когда приедут вот сотрудники когда выяснится что все это с говно и просрочка что вот эти все люди будут говорить ну вот включая вот охрану всех вот что они скажут что они скажут приветствую ни хера пацан писюн задвинул всем зайчику блять лучше ты горит это ротик-то свой опахало прикрой я горит это в нефтегазе да если чего учусь сразу тоже видно школьник вот пожалуйста ясно все что можете сказать по поводу этого мужчины тоже на какой-то плохой а чё не смеемся ты чё с лицом пакет оставить подъем товароведа мы пойдем вот эту все статьи пути вообще с магазин я кажется он что-то начинает понимать что что-то здесь не так сказать надо платить я не пойму что меня оплатить все что я оплачиваю хожу или уйти свой скрытый товар эти еще раз объясняют если оплатишь вот это что у тебя в корзинке если ты там что-то не нравится ты все что не скрыто ты можешь все это разложить обратно по полкам все что ты скрыл оплатить и покинуть магазин такой товар расклады по полкам не хочу он же другим людям тоже не понравится сами раз не надо такой товар и вам раскладывать по полкам он же другим людям не понравится почему они не могут додуматься посмотреть что за товар он прямо открытым уже текстом говорит такой товар спроси просто вопрос какой товар какой попроси любую что у него там в этом господи не понравился я логически мысли хотя мне уже диагноз поставили пятый раз если он заведомо вы знаете что такие продукты вам не подходит не нравится идите другой магазин я так никогда не делаю я если знаю что не заведомо эти продукты не понравится я наоборот набираю их да есть нет почему ну неужели но я уверен но есть же здравые ребята юта ну почему нельзя посмотреть то взять полицейских понимаю он бы не давал бы сказал нет я ничего не покажу принципе он стать на это имеет полный право до приезда наряда он не убегает никуда ничего чего в чем проблема то вызвали наряд все сту стойте чильте оплатить конечно я плачу я же не буду спать с представителями власти правильно вот я вот уже начал видите пошел пошел на путь исправления вот спасибо ну сейчас узнаем что недолго еду тебе что если кто-то не ну можем мужской спорно при на нас поджимание нет почему это мужской спор просто так интересно знаете было ждать полицию когда ставочку поставили вот а спонсором данного выпуска является один сука за гений интеграции как ты это делаешь как ты что это за гениальные эти с удовольствием с вами поспорил вспомнишь солнце так ставим ставки если честно доверие не особо внушает как вы думаете поставьте прямо сейчас на паузу и напишите какой будет исход все те кто не смотрел тут спорно вот это вот ручонка в кармашке засалена меня немного смущает это вот мне кажется что да мне кажется что ничего здесь хорошего не надо ждать в эту лучик так лучик молодец вот представил хорош хорош но можно конечно молодец чего сотрудник красавчик мне кажется вот здесь она но так чисто закончил вот почему-то вот вот я ошибся молодцы молодцы ребята пока вот про этого не могу сказать молодец парень достоин 22 вот до 22 вам парам парам парарарапам ну естественно приобрел некачественный просроченный товар сотрудники магазина вместо того чтобы извинить моему мнению адекватно естественно я бы хотел написать заявление на стежкин магазин могут попросить вызвать участковую либо сог потому что уж протокол осмотра не сможете составить любом случае вот я о том же вы заявление будет а саму себя это это мой маленький секретик как говорится топить так до конца себя я напишу увидеть мой маленький на заявление писать ну что поделось будем отвечать значит по закону испортил просроченный товар статейка новая найдется в коапе я говорю сейчас на саму себя год просто напишу заявление все а может вука я могу не подходи лучше ко мне отлично высказать надо плита молодца нет просто мне кто-то говорил что надо воплотить вот сотрудник гбр поэтому спрашиваю вас к упали не надо все хорошо скрытый надо платить или нет не надо такое-то и здесь это ошибка никак вот кофе до 21 года до сентября на полгода насколько просрочно больше получается я теперь помню сотрудник гбр не стал спорить на отжимания потому что возможно знал что проиграет в этом споре не знаю видели его нет я высоко все выкладывал мне кто-то скидывал инструкции типа магнита как вести себя с блогерами я не знаю инструкции магнита перед тем как пробить товар который блогер принес на кассу проверьте сроки под любыми предлогами не отдавать товар в руки блогеру сломалась касса не работает интернет затерт принести извинение пригласить а мм не знаешь что такое проверить товар блогер приобрел товар и вышел с мм с магазина магнит наверно но вернулся убеждаю что приобрел количество данного товара у себя может проще одну инструкцию это не продавать просрочку нет пик это или правда но вот вы видите сейчас эту инструкцию своем экране выводы делайте сами и да друзья не забывайте подписываться на мм наверное это администрация магазина магнит съемок какие-то эксклюзивщики и так далее все вы также не набираю участников для моих развлекательных видео которых может принять счастье каждый из вас друзья вы посмотрите просто какой маслице она все липкая он реально все липкая но все грязное в каких-то но при этом еще в сроках но такое масло не честно говоря кажется это позор просто выставлять на прилавок просто друзья сравните вот эти два масла я думаю что-то как-то они немного по моему отличаются по цвету нет вам понятно все без слов пришли мы водил с рыбкой друзья смотрите как считаете какая хорошая какая нет наверное хорошая по скидке скажете вы ну естественно нет вот это хорошая свежая рыбка вакуум видно да светленькая а вот это уже тухлый раз вакуум упаковано под вакуумом так еще и по скидочке то есть мое предположение что они увидели что это раз вакуум и наклеили скидку просто то есть принципе тухлый товар по скидке уже нормально видимо в магазине магнит давай следующую посмотрим мне кажется она такая же примерно само собой упаковано под вакуумом тоже самое раз вакуум и уже без скидочки на это зажали скидку вот свекла еще красивая с плесенью может ребят это элитная свекла как с плесенью есть такая свеколка в магните с плесенью я чувствую нам за этим должны смотреть кто бы чего не говорил правильно он себя неправильно ведет сколько людей столько мнений но за этим конечно нужно смотреть нужно тележка потому что еще мятые банки сейчас брать то все картинка заканчивается я предлагаю мятые баночки тоже снять поскольку это нарушение санпинов статью вы сейчас видите на своих экранах давайте посмотрим найдет артем здесь мятые банки вот он только подошел сюда еще ничего не смотрел как найдет вот вот баночка прекрасно кстати я очень часто вижу мятые банки в магазинах если честно я не убираю хотя вообще по идее можно это сделать и попросить реализовать это всю карусель потому что может быть повреждена упаковка и можно так наезд что отъехать в царство одина основная прям лицом покупателям стоят причем все даже искать не нужно вот такой горошек прекрасный я для вашего понимания не роюсь где-то там глубине и так далее я прям он берут уж нами джеймс бонд меня смотрит еще баранинка у кого-то сегодня будет плотный ужин товароведжи оплатила себе просроченный товары за нас то есть она хотела купить просрочки наверное значит и это на себе тоже заберет обратно поставит когда ты уйдешь саган соглашусь чатом да здесь я согласен с вами ребята нужно просить его чтобы утилизовали при вас вы имеете полна это право я до конца не уверен а по-моему можно попросить что при вас сделали утилизацию просроченного товара либо поврежденные упаковки по моему это возможно скорее всего ну что друзья просрочка точно вот насчет поврежденной упаковки не уверен вот такая горочка баночек мятых еще у нас набралась за минуту мне кажется где-то так добро они подскажете мятые банки можно реализовывать не отвечаете а за товар отвечаете незаметно а какой у вас отдел эту уже информацию раскрывать не захотели это не выставлено что добил хорошо я просто смотрю это плесень или что спрятали будет выбраться старый прекращай давай обманывать фу таким быть хотели бы выкинуть сразу кладется тележки увозятся не надо мне рассказывать это многократно видел как в магазинах это делается зашкурил он там ананасики чем он здесь стоит зале почему не убрать их на склад что покупатели этого не видели страха сейчас будем убирать до рассказывай сказки ты хочешь сказать а тут никто взять товар не может а то есть на одной полке и плохой этаж под утилизацию вас лежит и хорошая мне кажется дед здесь немножко это как бы так мягко скажи в плесени все ананасы тем не менее лежат с обычным товаром но раз мужчина сказал что соберет надеюсь уберут действительно до приезда участкового чтобы это еще не описывать ребят смотрите как сотрудников в каждом отделе реальных сотрудников то есть но мне кажется можно следить за магазин красок сотрудников так рыбка 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 я чую запах тухляка упаковано под вакуумом друзья вас ничего не смущает мне кажется или там вот за этим вот нужно тоже смотреть на самом деле раньше тоже внимание не придавал этому сейчас более внимательно стал к этому относиться вакуумной упаковки дух вот для сравнения такая же зубатка только нормально опять же наверно скажут что не заметили не увидели и мне очень интересно за что же все-таки товаровед написала заявление при сеть не спрашивает за что вы напишите по идее его должны ознакомить заявлением вы дайте мне потом прочитаете интересно она написала что я испортил товар просроченный товар я ставлю на то что сейчас максимум что она может написать от типа то что хамили грубили там угрожали еще чем там с кассы деньги хотели забрать но тут больше нечего говорить если она добавила что испортил на просроченный товар и что и на камере зафиксирована как она живая купила друзья кстати заметили второй раз мне кажется они уже были в курсе что у нас тухляк и все равно продали без проблем вообще магнит получать продают просрочку или они выбрали такой способ не конфликтовать что хотите то и делайте продадим потом сделаем возврат но заявление напишем они продают некачественный товар но при этом на покупатели пишут заявление друзья отвлеку так но здесь уже по ходу дела финал очка вспомнишь солнце вот и лучик пушки но здесь ничего не может быть какого-то за тупо потому что ну здесь все предельно понятно ясно ребятам наряду огромный респект молодцы хорошо очень отработали здравствуйте товар некачественный просроченный приобрел вы заказ уже вы его платили о боже ждем продолжение чем могу сказать ребят лайк подписка колокол надеюсь немного помог отвлечься удачи